Привет всем, с вами Ирокез и Китай продолжает поражать своей радикальностью. Пока во всех других странах с читерами борются путем обычных банов, аккаунтов и может быть каких-то исковых заявлений, там дело доходит до огромнейших штрафов и лишения свободы. Действительно, это рассматривается как уголовное дело. Ты готов к сумасшедшим ставкам на PUBG DEP? Пять игровых режимов. 24 на 7 техническая поддержка. У всех есть шанс на победу. Выбор победителя через Random Org. Прими участие в раздаче бесплатных предметов. Зарабатывай в нашей реферальной системе. Играй и выигрывай на PUBG DEP.com В одном из своих недавних видео я рассказывал о том, что компания Tencent недавно арестовала группировку, распространяющую и разрабатывающую читы, и теперь им грозит тюремное заключение сроком на 5 лет и более. Но дело в том, что это далеко не единственный инцидент и лишь за последнее время компанией Tencent вместе со следственными органами было раскрыто как минимум 30 дел и арестовано не менее 120 человек, подозреваемых в разработке программ, которые дают нечестное преимущество игрокам в PlayerUnknown's Battleground. Многие из задержанных дали признательные показания, и кому-то грозят огромнейшие штрафы, а кому-то и тюремное заключение, при том сроки совсем не маленькие, я вам напомню, от 5 лет. В предыдущем своем видео я говорил, что это слишком много и сравнивал с нашими статьями, с нашим уголовным кодексом, но дело в том, что в Китае разработка читов приравнивается к мошенничеству и к кибератакам, и то и то является уголовным преступлением как у нас, так и у них, и если вы глянете, то наказания примерно совпадают, поэтому говорить о том, что слишком уж жестокие меры, я думаю, уже не стоит, чуть-чуть разобравшись, но тем не менее, такого прецедента нет в других странах, чтобы читеров сажали за решетку. В последнем интервью разработчики игры PlayerUnknown's Battleground говорили о том, что сейчас они пытаются наладить связь со следственными органами в других странах, не только в Китае, и для того, чтобы ввести законы, которые также будут наказывать читеров, так что вполне вероятно, что и у нас рано или поздно появится что-то подобное, но наказываются только распространители и разработчики читов, люди, которые их используют, не наказываются только обычными банами внутри игры. Представитель Tencent так прокомментировал нынешнюю ситуацию с читерами. Это бесконечная война. Сегодня ты придумал что-то эффективное, а завтра уже имеешь дело с чем-то совершенно другим. И правда, как только вносят в реестр новые виды читов, разработчики чуть-чуть изменяют код, немножко как-то делают по-другому обход защиты, и уже появляются новые виды читов, которые система распознать не может. Как с этим бороться? Разработчики, я уверен, рано или поздно найдут выход, пока у них все более-менее получается. За последнее время они снизили количество читеров практически на 70%, и считают это первоочередной и самой важной проблемой в игре, поэтому на нее направлено наибольшее количество ресурсов из всех, что есть у PUBG Corporation. Ну а на сегодня все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как вы считаете, будет ли адекватным у нас в стране принять такой закон, для того, чтобы разработчиков читов ждала уголовная ответственность, и как вообще вы чувствуете нынешнюю ситуацию с читерами в игре. Ну и до новых встреч, а следующее видео уже совсем скоро.